Всем привет! Меня зовут Вера Кондакова, я преподаватель по волончели в музыкальной школе Виртуоза. Больше всего в моей профессии нравится делиться любовью к музыке. Я очень люблю свой инструмент, музыку, и мне очень приятно видеть результаты мои педагогические у моих учеников. Когда у них всё получается, когда у них хорошие результаты, и у них, конечно же, горят глаза, когда у них есть большие успехи. Они с удовольствием приходят на мои занятия, и, естественно, это меня очень сильно эмоционально наполняет. К волончели я пришла в возрасте 9 лет, когда мои родители отдали меня, точнее, привели в музыкальную школу. Тогда я впервые как раз познакомилась с моим педагогом по классу волончель. Она мне сыграла на этом прекрасном инструменте, я была просто очарована таким очень красивым тембром, и, конечно, меня это сразу зацепило. В первую очередь мы развиваем свою координацию, потому что на волончели у нас правая рука движется в сторону, а левая рука у нас движется либо по грифу вниз, либо вверх, и мы должны всё это скоординировать. Один из моментов тоже, то, что волончель несёт терапевтическую функцию, то есть он снимает стресс, что очень наше время важно. Если мы говорим именно про волончель, то это ежедневно обязательно упражнения на развитие левой руки, правой руки, это этюды на определенные виды техники. Когда ко мне приходят на занятия новички, неважно, ребёнок это или уже взрослый человек, то в первую очередь, конечно, мы с ним знакомимся. Я узнаю его интересы, его музыкальные какие-то пристрастия, был ли какой-то опыт музыкальный в прошлом. И после знакомства мы с ним уже переходим к небольшой практике. Подбирается определённый индивидуальный план и репертуар, по которому мы будем с ним потихоньку двигаться к его наилучшему результату. С детьми, конечно, в первую очередь нужно создать дружелюбную атмосферу. Важно отталкиваться от их возраста, от их интересов. Всё-таки детей нужно замотивировать. Взрослые люди, они приходят уже с какой-то определённой мотивацией, а дети, они приходят только, чтобы познакомиться с инструментом. Поэтому моя задача педагога, конечно, очень сильно заинтересовать ребёнка, чтобы у него было желание приходить на занятия. Развитие дисциплины, потому что ребёнок учится ставить перед собой цель и приходить к ней, и достигать её. Я считаю, что возможно после 30 лет заниматься музыкой. Конечно, человек должен обладать самодисциплинной, самоотверженностью и талантом. И нужно, конечно, очень много часов этому посвятить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»